Продолжение следует... И если бы эта партитура могла сама себя представить, то наверняка сделала бы это в виде примерно такого объявления. Одинокая, красивая и непонятая опера с большими психологическими проблемами желает познакомиться. Ну что ж, давайте знакомиться. Опера с большими психологическими проблемами. Первая серия проблем, причем проблем вполне очевидных, началась у этой действительно очень красивой оперы 4 октября 1880 года, когда она, так сказать, преждевременно осиротела. В Париже в возрасте 61 года умер ее автор Жак Оффенбах. Несмотря на это, примерно через полгода, следующей весной, на одной из ведущих оперных площадок тогдашнего Парижа, в театре опера Кумик, проект сказки Гоффмана все-таки был показан публике. Все, конечно, были очень довольны, но недоумевали. Послушайте, повелитель, император практически по дишах легкого жанра, и вдруг такое. Вторая серия проблем, кстати, далеко не последняя и далеко не самая тяжелая, началась значительно раньше, примерно так на полвека пораньше, когда сын кантора Кёльнской синагоги, взявший себе псевдонимом название маленького пригорода Кёльна Оффенбах «Печной ручей» по-немецки, переехал в Париж, поступил там в консерваторию, выучился на виолончелиста, кстати, сказать, отличного виолончелиста. И виолончельные произведения Оффенбаха многочисленны и прекрасны. Когда-нибудь, безусловно, придет и их время. Затем он поступил в оперный оркестр, где, разумеется, насмотрелся и наслушался всякого, ой, всякого, в том числе, конечно же, и безусловно великого. А затем совершил ряд переворотов в так называемом легком жанре, прославившись на всю Францию и далеко за ее пределами своими опереттами. Что бы ни говорили вам из своей корпоративной солидарности, они это обожают, опереточные артисты, там про фейерверки, про брызги шампанского и про все остальное. На самом деле абсолютное большинство оффенбаховских оперетт, а их несколько десятков, это остросатирические произведения, которые по своей актуальности, злободневности и настоящей, такой хорошей горчичной злости сопоставимы разве что с теперешними телевизионными шоу на многих каналах мира, кстати, такие программы идут или во всяком случае шли, где в очень нелицеприятном свете представлены куклы известных политиков. Они обычно там глупости говорят, но эти глупости, естественно, жестко привязаны к текущим событиям недели и, как правило, очень смешны. Точно таков же, кстати, и знаменитейший Орфей в аду с его планетарно знаменитым канканом, на который мы сейчас, конечно же, не будем отвлекаться, поскольку совершенно не о нем речь, а речь о том, что только очень наивный и очень доверчивый человек может подумать, будто бы став один раз, как это говорится-то, повелителем, императором, падишахом легкого жанра, да, можно вот так сесть на трон и царствовать лежа на боку, не делая ничего 20 лет, и думать, что все будет хорошо. Нет, друзья, Оффенбах разорился. Причем дошло дело, конечно, не до ареста счетов, выноса мебели и конфискации имущества, но, с другой стороны, банкротство театров немногим лучше выноса мебели. Именно из-за катастрофического безденежья пришлось ему предпринять, ох, какой легендарный и ох, какой утомительный тур по этим никому не нужным Соединенным Штатам, как Оффенбах ненавидел всех этих ковбоев и пуритан, каким он вернулся оттуда усталым, как выжатый лимон усталым, это один бог знает. Но все-таки делать-то что-то надо, в частности, надо на что-то жить. И тут Оффенбах вспомнил об одной пьесе, которую видел лет за 20 с лишним до этого в одном из драматических театров Парижа. А именно в 1851 году там давали пьесу «Сказки Гоффмана». Ее авторы Мишель Керре и Жюль Барбье сделали из нескольких историй Эрнеста Теодора Амадея Гоффмана, знаменитого немецкого романтика, такую интересную композицию, где он же сам выступал и главным героем, а не только автором. Причем это были серийные истории о несчастных любовях. Кстати, эта пара знаменита еще и тем, Керре плюс Барбье, что именно они в свое время сделали либретто Фауста для другого французского композитора Шарля Гуно. И именно этих двух людей потом попросили оперу «Сказки Гоффмана» доделывать, когда Оффенбах скоропостижно скончался, ее не дописав. Именно с этого места, друзья, начинается третья серия проблем, от которых нам уже никуда не уйти, раз мы взялись знакомиться с одинокой, красивой и непонятой оперой «Сказки Гоффмана». Разные дотошные люди для обозначения этих проблем применяют разные наукообразные, очень длинные слова. Реконструкция, реставрация, восстановление, завершение. Дело, однако, не в словах, а в том простом факте, что от силы наполовину у Оффенбаха был готов оперный текст на тот день и час, когда ему пришлось по независящим, естественно, от него причинам срочно покинуть сей лучший из миров. Восстановлением, а проще говоря, дописыванием нот в больших количествах к уже известным словам и ситуациям пришлось заняться одному из либретистов, Жюлю Барбье. Слава богу, квалификация ему это вполне позволяла. Но действовал он не в одиночку, а на пару с еще одним лицом, очень важным для нашей истории. Неблагодарный до сих пор иногда называют этого человека патологоанатомом французской музыки 19-го столетия. Его имя Эрнест Геро, он профессор Парижской консерватории, и как раз незадолго до интересующей нас истории ему пришлось аналогичным образом поработать с другим, тоже очень одиноким, красивым и непонятым шедевром французской оперы, а именно с Кармен Джорджа Бизе. Именно рукой Геро ткань этой оперы сделана непрерывной. То есть довольно жесткие и, кстати, иногда очень пространные разговорные диалоги между музыкальными номерами Кармен заменены речитативом. Вот работа Геро вместе с Барбье над завершением сказок Гофмана, где совсем иной сюжет, совсем иная музыка, совсем иной стиль, с самого начала вызвало такое количество толков, кривотолков, пересуд, возражений, вопросов иногда умных, а иногда и очень глупых, что до сих пор эта работа опротестовывается постоянно и, видимо, еще долго будет опротестовываться, а стало быть, часть проблем, которые есть у оперы-сказки Гофмана, уже навсегда можно признать неразрешимыми. Вот смотрите, например, кроме пролога и эпилога, с которыми все более или менее понятно, действие происходит, грубо говоря, в театральном буфете или в кабаке напротив театра, пока идет в театре спектакль Дон Жуан Моцарта, сильно пьющий романтический герой, ожидая свою любовницу с этого спектакля, где она поет роль Донны Анны, рассказывает, как ему в жизни сильно не везло с женщинами. Так вот, кроме пролога и эпилога, есть еще три действия, три новеллы, которые называются женскими именами. Олимпия, Антония, Джульетта. На самом деле, никто до сих пор не знает, какое в этой опере действие первое, какое второе, а какое третье. И до сих пор, в зависимости от разных театральных необходимостей, в частности, в зависимости от наличия или отсутствия режиссерских фантазий, ну и прочих разных причин, их переставляют как угодно. Можно с конца до начала эту оперу показать, и все равно все сходится. То есть, на самом деле, сказки Гоффмана это вовсе не одна опера, а как минимум четыре оперы, завязанные в один узел. Или вот еще. Три женщины, в каждой из которых поэт и композитор Гоффман, стало быть, творческая натура с большими художественными запросами, ищет свою идеальную любовь, не больше, не меньше. Эти три женщины, позвольте, одно и то же лицо или три разных человека. Ведь вокальная линия в опере Оффенбаха и сама музыка в каждой из этих трех ролей написана таким образом, что в принципе, если находится артистка, чей голосовой диапазон, выносливость, а главное интеллект, позволяют поручить ей сразу три роли и Олимпии, и Антонии, и Джульетты, то так и происходит. Правда, это крайне редко бывает в мировой оперной практике, но все-таки бывает. И тогда сразу получается, что Гоффман-то, как миленький, ходит по замкнутому кругу. Кстати, чаще всего именно так бывает и в жизни. Но одно дело все-таки жизнь, другое опера. Дотошные люди сразу спросят, позвольте, а что же между ними общего? Ведь это же совершенно разные личности. Джульетта, содержательница увеселительного заведения в Венеции. Кстати, вот за любой из этих дверей вполне могло бы находиться это заведение, где, кстати, все и происходит в новеле, так и название Джульетта. Антония, подающая надежды оперная артистка, в Индии вообще непонятно кто. Ответим этим дотошным людям одним очень длинным словом. Это в высшей степени манипулируемые женщины. Все трое. Это означает, что к такому характеру не просто привязаны ниточки, ведущие к чьей-то руке, но главное, на каждое движение этой руки из того, тут ниточки, характер сразу очень болезненно отзывается. То есть получается, что Гоффман ищет свою идеальную любовь именно там, где ее в принципе быть не может. А вот сейчас, друзья, нам придется, скрипя сердце, снести жгучую обиду от одного очень дотошного, конечно же, человека. Это англичанин, музыкальный критик, посовместительствующий всемирно известный драматург Джордж Бернерд Шоу. Именно ему уже достаточно давно приписывают одно из самых коротких объяснений того, что же такое опера на самом деле. Это когда тенор и сопрано стремятся переспать, а баритон все время старается им помешать. Так вот, кто же в соответствии с этим, да, обидным, но объективно железным правилом все время оказывается на пути романтических устремлений тенора Гоффмана? Ну и понятно, что рука, к которой ведут ниточки от манипулируемых женщин, это совсем не рука Гоффмана. Да, это баритон, разумеется, причем его появление в партитуре Жака Оффенбаха каждый раз сопровождается совершенно одинаковым и очень запоминающимся по-вагнеровски выписанным лейтмотивом. Хотя на самом деле у этого баритона четыре разных имени или личины. В прологе и эпилоге это советник Нендорф, который даже выкрадывает какое-то письмо, вообще ведет себя как нормальный оперный злодей. В истории с Джульеттой здесь, в Венеции, это прожженный, почти опереточный авантюрист Дапертутто. В случае с Антонией это теневой делец Копеллю, с которому должны большие деньги и пытаются не отдать. Естественно, он против, от чего, собственно, и терпит крах, романтическая страсть Гоффмана. А вот в истории с Антонией это мечта любого вокалиста, гениальный фониатор и психотерапевт в одном лице. Но мы можем считать, поскольку это неизвестно и никогда уже не будет известно, что, может быть, Жанг Оффенбах хотел, чтобы в его опере пели четыре одинаковых баритона, а вовсе не один баритон. Как в кино пишут, все фамилии вымышлены, все совпадения случайны. Ну? Еще одна совсем не сладкая, но занятная пара никак не может пройти мимо нашего внимания. Это баритон, не раздвоенный, не расстроенный, а расчетверенный Оффенбахом и муза. Брючная роль для мятца-сопрано. Естественно, ее задача по возможности охранять и вдохновлять поэта и композитора Гоффмана, что, впрочем, ей не слишком удается. Но вот эта пара злодей и муза действует как в хорошем детективе. Они практически не общаются, не вступают ни в какие контакты, даже очень мало пересекаются на сцене. И одно это на самом деле, хотя не только это, заставляет подозревать в них как минимум сообщников. В самом деле, с чисто оперной точки зрения, они как два ограничительных столба, которые не дают возможности самовлюбленному теноровому красноречию занять собой все пространство оперной партитуры. А с точки зрения психологической, что гораздо важнее, они вместе воплощают собой тот самый здравый смысл, с которым так настойчиво и так безуспешно конфликтует и Гоффман, и все его сказки. Сейчас совсем нет времени, поэтому мы оставим в стороне тот любопытнейший факт, что отец психоанализа, доктор Зигмунд Фрейд, использовал в своих работах некоторые сюжеты именно из реального Гоффмана Эрнеста Теодора Амадея, как раз те, которые фигурируют в этой опере. Тут и без Фрейда одна очень важная суть очевидна. Напоследок старый, мудрый, опытный, безумно уставший дедушка Оффенбах наконец решил сказать этой опере в лицо, открытым текстом, все, что он о ней думает. Причем сказать на ее языке, по ее правилам. Вот почему он и взялся в 60 лет за свою единственную, так называемую настоящую, серьезную оперу сказки Гоффмана. Публика до сих пор думает, что ее хотели развлечь этим произведением, хотели сделать ей приятно и интересно. А на самом деле Оффенбах торжественно положил ей на язык такую горькую пилюлю, какой, возможно, не было за все века существования оперы как искусство. Так что же, может быть, все это просто пародия на оперу? Талантливая, умная, но пародия. Нет, ничего подобного, все гораздо серьезнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, вам никогда не говорили, что главное в опере? Конечно же, музыка, ее всепобеждающая сила с легкостью искупает все неловкости, нелепости и условности, не так ли? Вот, пожалуйста, потрясающе узнаваемая по музыке и действительно волшебная баркарола, с которой начинается история о Джульетте. Она звучит не где-нибудь, а в грязном и дешевом венецианском борделе. Или еще, что является решающим для успеха оперного спектакля? Конечно же, мастерство вокалистов. Так вот, закройте глаза и внимайте. А мы посмотрим, как труднейшие и типичнейшие показательные оперные кларатуры поет безмозглая заводная кукла, которая умеет говорить только «да» и танцевать в такт. И не удивляйтесь, когда романтическая страсть к ней поэта и композитора Гоффмана потерпит крах просто от того, что ее целлулоидные ошметки в панике начнут разносить по сцене остальные персонажи. Кукла-то сломалась. Так и быть, простим Оффенбаху и его либреттистам ту страшную, граничащую с цинизмом точность, с какой они показали публике ее излюбленный оперный сюжет «Самопожертвование во имя искусства». Когда девушка по имени Антония просто срывает себе горло до смерти от безумного желания что-нибудь петь. Да и девушка-то на самом деле вся состоит только из одних артистических амбиций и своего сценического партнера Гоффмана ну в упор не видит, сколько бы он ни объяснялся ей в любви. Ладно, но в опере есть одна обязательная и почти святая вещь. Герою надлежит бесстрашно признаться в любви. Вот это и происходит совершенно неожиданно, когда пьяный Гоффман запинается посередине своей баллады о забавном карлике по имени Клейнзак. На словах, а что касается его, ее фигуры... Субтитры создавал DimaTorzok Клейнзак 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 В этом месте Жак Оффенбах даже услужливо предусмотрел паузу. В некоторых изданиях партитуры стоит двойная черта, чтобы тенор, естественно, мог сорвать аплодисмент. И у публики только иногда хватает ума в этом месте не аплодировать, чтобы не превращать эту и так неловкую ситуацию уж в полный абсурд. Вы хотели получить признание в любви? Вы его получили. Никому не нужное, неуместное признание, сделанное непонятно кому. В любви непонятно кому, к тому же в любви, которая имела место непонятно где и непонятно когда. Достаточно взглянуть в этот момент на недоуменные лица оперной массовки. Особенно, когда кто-то потом переспрашивает, ну и что Клейнзак? Какой Клейнзак? Я говорю о ней. Ах да, Клейнзак. Хотя на самом деле баллада о Клейнзаке – это действительно классный оперный шлягер. Но никто ведь и так не сомневался в том, что Оффенбах мастер сочинять шлягеры. Друзья, еще ровно два слова. После всего этого только очень наивный и очень доверчивый человек может считать сказки Гоффмана еще одной, правда, одной из лучших опер французского романтического репертуара. На самом деле вполне очевидно, что это приговор всему оперному искусству, которого, впрочем, опера благополучно не заметила или сделала вид, что не заметила, и так до сих пор благополучно живет с неснятой судимостью. Конечно, для офенбаховской партитуры надо заводить совершенно отдельную полку в истории музыки, и на эту полку очень мало найдется еще партитур, которые можно поставить. Хотя, с другой стороны, финал-то сказок точно сочинял не Оффенбах. Если бы он был жив, то никто не знает, какую бы он поставил точку в этой истории о том, что времени всегда не хватает. Причем не хватает как раз на самое главное. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Временно...